Доброе утро всем ребятки. Юля. Красиво. Опозорилась перед соседом. Я сама хочу рассказать. Юля пришла, позвонила мне. Говорит, я стою у подъезда. Ну я же такой, я уже спускаюсь. А передо мной у нас есть парень. А парень у нас сосед живет. Он наполовину чеченец. Очень хороший парень. Он мне помогал когда-то. Вот если помните я ремонт делал. Единственный парень мне помог. Это он. Ну Дима там в двери завешал. Убирал именно грязь. И вот на половину чеченец. А Юля ждет. Такое настроение. Жду. А он хороший. Он такой добрый вообще. А Юля стоит говорит. Дверь открывается. А я же стою как бы полубоком. Думаю, что собаку повернусь и скажу. Доброго ранка вы из Украины. Я такая доброго ранка. А он еще скилался. Ой, извините. Это я думала мой друг. И такая как чуркала, пробежала. Ужас. Опозорилась. Страшно. Как я еще на него посмотрела. У него черные глаза. Я еще испугалась. Но я испугалась, что это не ты. И то, что он такой... С мамой живет. Знаешь, зублый такой парень. Симпатичный, хороший парень. Ты будешь третья в списке. После Бендеры. Я потом ты. Я так сегодня выспался. Ребята, у нас сегодня не было ни одной сирены. Вчера во сколько было последний раз? В 7 вечера. И все. И ни одной сирены. Так мы так спали хорошо. Так, что это такое? Все свое нашли с собой. Это будет пирог с курицей и с картошкой. Тесто я дома уже сделала. Тесто делается очень просто. Пирог очень вкусный. Соль у тебя есть. А что ты соль не взяла? Ну, а и соль взять. Что ты уже... Что по окончательному? Сковородку. Тесто очень просто делается. Газовый баллон. Сметана, сливочное масло, мука. Все. А сколько чего? 200 грамм сметаны. 200 грамм муки и 50 грамм сливочного масла. Соль? Ну, соль и пол чайной ложки. Сахара. Разрыхлителя пол чайной ложки. Все. Сахара нет? У меня есть рецепт в инстаграме. Очень многие готовили. Это я еще не так. Полгода наладила. Я просто мне захотят, когда ты готовил похожий пирог, но, наверное, не такой был рецепт. Сахара там нет. Оно как стоит, такое тесто, как песочное получается. Без дрожжей, без ничего. Быстро замешивается вообще. Он закрытый? Закрытый, да. Вот сейчас поделить тесто на две части и час в холодильнике. Большую вниз, да? Большую вниз, да. Часть по бокам. Картошку выкладываешь. Мясо. Лук. Кусочки сливочного масла. Все-все. Специи. Бахнула вторую часть тесто. Защипала, дырку сделала. И в духовке на 3 час на 180 градусов. Коля, глянь, вчера два тортика сделала. Оно, это ваши любимые. Да. Молодец. Я нахрена наделал. Это тесто твое. Да, вот сколько теста, ребята, получили. Его надо, чтобы застыло, я так понимаю. Морозилку трошки? Нет, в холодильник. Его не надо? Уже было час в холодильнике. Его не надо мягче делать? Мягче? То есть жестче, грубнее. Да, я его подмешаю еще с лукой. А, я думал, чтобы просто застыло. Лук, смотри, есть начатый. У меня есть. Я взяла лук и картошку взяла. У меня все есть. У меня тоже он все есть. Мне только своя духовка. Нужна форма и пергамент, ты сказал, у тебя есть. Есть, да. У меня хороший, мне Вика все рекоментированный. Ну, позавтримаем пирога и тортиком. Потом поедем по делам. Надо медикаменты отвезти. Да, у меня есть план. Медикаменты отвезти. Штат, я хочу закрыть их медицинские потребности. Ящик должен быть у Коли. А у нас сегодня, ребята, кстати, я хотел сказать за донат, что у меня там высылали деньги люди. И у меня где-то 380 долларов. У меня оно переводилось с доната на вебмани, с вебмани там на карточки. То есть это сложный такой был, как сказать, процесс. Да, но то, что у меня на вебмани осталось, там вот они не переводятся. Потому что вебмани это российский сайт. Они уже как бы перестали работать. Не через VPN, не через шо. То есть я не могу из вебмани. Я думал, может быть, хотя бы Эдику скинуть деньги. Если на русскую карточку можно. Не знаю, получится ли не получится, чтобы русскую карточку... Или на русский вебмани. Не знаю, можно ли так сделать. Но у меня официально этот вебмани был. Как-то там подтверждать надо было все. Я по Эдику скинул бы деньги. Там 380, по-моему, долларов. А на донате у меня в рублях были деньги. И вот они перестали выводиться на донат. С 18-го, то есть на вебмани. У меня как поступало на донат. Донат это как финский, то ли какой, не знаю, донат Тайлер. Я не помню. И вот с него деньги... На него деньги поступают. Он работает. Но с него уже на вебмани не переводится. И вот у Коли там есть PayPal. И вот он попытался их перевести на PayPal. Они вроде как перевелись, но там надо какой-то адрес ему подтвердить электронно. Это же официально ввели в Украине PayPal. Угу. Ты что, да? Мородочки подъем. Ой, надеет на столе. Да, вот. Вау, да. Ну, попробуй на. Просто те деньги, да, как... Ну, жалко, что... Они заморожены получаются, да? То есть ты с ними ничего не можешь делать. Мы пока, как бы, в Украину... Может быть, это пока временно. В Украину, ну, я же не знаю, что оно будет и как оно будет. Мяу. Просто, что деньги, которые должны быть, знаешь, злой рок. Мг. Деньги на ЗСУ. На помощь пострадавшим. Пойдут эти дочки. Что, честно? Не, ну, мне не жалко. Просто я свои потрачу то, что люди... Я и так трачу. Ну, то, что люди слали просто, что я хотел, запланировал. В одно их русло пустить. А ну, глянь, зайчик тоже буду пья. Хорошо? Еще свеженькую залил. Поглянь, лысь, лысь, лысь язычком. Красивый зайчик. Лысь, лысь. Ластыка Маша. Ему Стелла вчера еще травку дала свежую. У него уже тут три травки. А где встреча? Коля! Коля! А где трава Томаса третья? А где воно? Куркули. Что там? Куркули я говорю. Он я съел. Что, серьезно? Да. За вчера съел? Да. Вот у него вырвало, наверное, вечером я убирал. Там комок. А ты что, простывший? Слушай, я хребну. У него после короны вот такая хрень, что хрипнет голос. А, вон она трава, блин. Вот Стелла дала галочку, она длинная была вот такая. Что тебе еще ищешь? Открывай, открываю, нет. Вот это? Угу. Ну-ка, ботан, вот смотрю. Кошку почищу. Хребнет. Хребнет? Угу. Угу. У меня такого не было. У меня с детства такое. Угу. Угу. Выбросить вот сюда. А вы гомео-вокс не пробовали, Коль? Коль, возьми это, позаметаем. Сейчас позаметаем. Час, позаметаем. Понедельник начинается с уборки. Ну, а что? Пиздеряса девчора дома, я уже давно. Хребнет, война закончена. Хорошая швабра. Рекомендую всем, ребята. Вот брызгаешь, если кто-то думает, что там блядь, растягиваешь, неправда. Ну, вот я почему-то так сразу подумала. Нет, тут оно брызгаешь, проходишь сюда. Ну, потом снимаешь эту штучку, промываешь и еще раз, да? Снимаешь, да. Полощешь ее. Чистенько одеваешься, опять проходишь. Смотри, как хорошо. Так, тут оно пока не надо. Я мою такими, знаешь, штукками. Так, сюда. Дальше не еду. У вас мышь повесилась. Заходите. Вы в курсе? Я знаю. Я ее повесил. Она не сама. Моей помощи. Вообще-то это дрессированная мышь. Да? Это из тех, да? Из тех самых. Заряженных из тех самых. Да. Мы знаем, о чем мы говорим. У меня же эти шершень дрессированной с кумбочкой болгарской выбираются на Россию. Так что ждите? Образы сосны. Так, ты смотри, что я делаю. Я беру. Так, просто эту штучку распалачу. Если бы вылетела. Эту вот так снял. Помыл ее. Ну, я в квартире... Ну, я сейчас сам поддерживаю. У меня же уже домработницы сколько не было. Я тоже не знаю, может, надо ее все-таки нанимать, чтобы... Она хоть что-то заработала, все время такое. А я как-то, знаешь, ну, не до этого было. То все болели, то... То там театр, мать, то сейчас-то война. Ну, у нас же постоянно эти сирены тоже. Бегаем туда-сюда. Тоже человек приедет. Я ей напишу, узнаю, может быть. Вот, теперь смотри, так кинула какой-то тряпочкой. И просто так ровненько. Все, она прилипла. И дальше, как бы, еще раз проходишь-то. Но по-любому чистенько. Ну, дверь, видишь, у меня не мыть, а дверь надо дверь мыть. И тут сам надо хорошо мыть. Мне кажется, сейчас многие мне до уборки. Так, ты знаешь, что-то у меня такое... У меня... Я же говорю, помнишь, что-то я видео снимал, а Коля чашки, тарелки ставил, вот эти, с немецкого, это... Нет, они не там должны стоять, знаешь. Вот, хай бомблять, но, чтобы оно бомбилось, именно, чтобы тарелки стояли там, где-то. Такое. Особенность такая. Ну, да, ну, поедем. Оно должно все равно... Все равно оно должно стоять там, где-то. Хоть война кончила. Картины должны висеть. Посуда должна стоять там, где она стоит. Все должно быть так, как должно быть. Оно иначе. Это не пойму шоу. Ну, я так водой не мой. Я еще добавляю для средства Д-пола. Он такой хорошо. И антибактериальный эффект. Ну, у вас же шкод. Я привык к тому, что я... Тут тоже очень осторожно надо. Потому что у меня потом-то я тихать начинаю. Ну, я поняла. Ну, я химию люблю вот это все. Ирана, я тоже мистер Пропор. Ты смотри, вот у мистер Пропор. Не, ну я мистер Пропор не беру. Я вот эти в эпицентре разные. Более такие профессиональные средства. И то, они всегда вот эти профессиональные средства оправдывают. По цене, качество их. Бывает обычный. Фейри возьмешь, и он лучше отмоет, чем какое-то немецкое средство. За 300 гривен. То есть, это гривен точно, наверное, не потолок. Не, ну, средняя цена. Смотря чего, да. Вот кухня. Я смотря, что мыть тоже. Вот я вот эту тряпочку Greenway вообще обожаю. Универсальную, желтую. Потрясающая. Я фасады мою. А? Ну, когда-то, да, тебе высылали. Я покупала у нас в городе. Есть представительство их. Я приходила так. Я покупал, я выслал, я ее купил. Мне очень нравится она эта тряпочка. Вот фасады у меня крашеные. Под глянец. Я ей протираю. Мне очень нравится. Лучше, чем любое средство. А потом обычный такой. Знаешь, людям с таким количеством зрителей дают не только тряпочки. А, ты покупал. А, по 5 тысяч долларов за рекламу. А я покупаю тряпочки. Ну, наверное, компания. Финвей не нуждается, может быть, в рекламе блогеров? Не, я вообще говорю. Знаешь, если реклама нуждается... Адидас нуждается в рекламе. Блогеры с меньшим количеством зрителей. Их смотрят. Проходи. Что говорит за Григорией. Ну, значит, такая политика. Просто я не умею договариваться. Ну, тебе предлагали? Ну, это предлагали. Мне предлагают машину рекламировать какую-то. Как я ее буду рекламировать? Вот они дают на 2 недели машину из Киева. На прокат. На прокат. Дают машину, по-моему, все меньше. Говорят, я у меня ездил, я ее разобью. Ездить, становиться возле машины и говорить. Уважаемые зрители, сейчас я хочу представить вам. Тебе вообще не надо. Открывают каналы люди. И уже сразу, у них уже смотришь. Реклама того. Тут же они едут на машине. И типа говорят, о, видишь, как мы проехали хорошо. Мотор хорошо. Ну, очень много, кстати, блогеров рекламируют машины. Вот, кого я смотрела. Ну, это не навязчиво просто. Это вставлено в ролик. Это как-то так не навязчиво. Все равно и не делаю. Знаешь, людей браков как будто делают. Ну, такое впечатление, знаешь, так. Ну, прямо сказать. Мне дали рекламу на рекламу машину. Ну, как-то вот так. А они делают это как будто, знаешь, как кино. Как будто этого нету. Будто не на рекламу дали. Чертешно. Я так не могу. При всем том, что людям кажется, что это молчный. Мини-плата из ГРУ. Мне кажется, этот пол уже просто сверкает. Ты вот так уже намылся нам. Давай делать пирог. Давай, подожди. Ты молодец. Все хорошо помыл. А то сейчас сирена начнется и пирог гэкнется. Ну, у меня вот такая же швабра дома. Но просто без резервуара воды. Я отдельно набираю воду в ведро. Вот тоже снимаю вот эту тряпочку. Ну, не на липучках она так. Мне очень не нравится такая швабра. Она везде залазит. Она подстраивается так. Просто здесь, в чем прикол? В том, что там резервуар для воды. Тебе не надо бегать с ведром отдельно еще. Так, ладно. Все. И поставил ни вида. Ни тряпки, ничего не надо. Коль, ты будешь учиться? Кто-то, кто из съемника положил. Кто-то, кто из съемника положил. Поставлю за траве, гэкш. Это все мои украшения. А? Все мои украшения. Давай, давайте. Кто поснимал. Все поснимал, не хочу. Цепи не. Ладно, буду вам мешать. Давайте я в туалет. Хожу в туалет. Давайте. Идите. Пожалуйста. Ну, сейчас я в туалет выйду. Ну, надо, чтобы чисто было. Коля, я специально тебе ноутбук открыл. Коль. Я знаю, я его закрыл, но я на столе страшно, чтобы надо было протектировать. Ага. Хорошо. Извините. 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 Извините.